друзья всем привет 26 октября у нас сегодня через три дня обещают минусовую температуру такой хороший минус обещают и в общем пока на улице сухо и довольно таки приятно работать я поставил арки для укрытия винограда значит смотрите я пришпилил лозы к земле пришпиливаю я двумя способами либо втыкаю конец вот так в землю либо пришпиливаю вот такой вот шпилькой из электрода сделанный вот сразу несколько лоз могу вот так пришпилить ну желательно что-то подложить вот под конец деревяшку какую-нибудь но я не везде так делаю потому как я лозу обрезаю запасом и кончик все равно весной отрежется как бы не страшно если там будет выпривание вот значит для арок я использую вот здесь у меня дорожная сетка 4 миллиметра ячейка 100 на 100 потом есть у меня варианты сетка 3 миллиметра ячейка также 100 вот такая ну в принципе вот такой более чем достаточно то у меня было поэтому я ее распускал на куски 3 метра на метр это вот 3 миллиметровая метр на 2 стандартная карта еще у меня есть такая же арка из дешевой кладочной сетки 2 миллиметра тоже куски метр на два вот такая все они видите вот так изогнуты наподобие арки не про не пипец ровный полукруг но как получается общем и вот 2 миллиметровая слабовато продавливает ее снег под на нагрузку и приличная и она конечно слабовато несколько таких вот секцию меня прошлой зимой подплющила она не ложится до конца на землю не ломает лозы но как бы прогибается конечно лучше 3 миллиметра чем 2 но если нет возможности можно эту использовать так что вот мы делаем вот такие тоннели вот такие тоннели вот здесь у меня длинный получается тоннель я сделал разрыв вот в этой области где у меня однолетний саженец я его закрою отдельно и у меня получается вот здесь разорванный тоннель до для чего это делаю для того чтобы была лучшая вентиляция вот здесь торцы будут открыты и когда небольшой мороз или весной здесь циркулирует воздух и спасает мои лозы от выпривания вот здесь вот технарей мы также закрыли арками здесь вот тоже у нас сетка 2 миллиметра арки стоят арки я втыкаю в землю чтобы никуда не смещались они и вот здесь у меня куст чарли на него не хватило арок поэтому я сюда поставил дуги от прицепа и положил два куска шифера надеюсь что это будет достаточно такого укрытия на зиму торцы я сразу же закидаю снегом как он выпадет чтобы не подморозить его здесь у забора два куста у меня без арок я буду укрывать отдельно арок не хватило а там стоят вот тоже можете видеть пришпилин земле виноград а вот эта шпалера которую меня направлена с юга на север я ее укрываю без арок я перекидываю укрывной материал сразу через нижний трос здесь хороший трос натянут 4 миллиметра по моему 4 вот и он позволяет нести нагрузку от укрывного материала и от снега последствия до когда он выпадет на него так как напоминаю что у нас основной утеплитель зимой это не наш укрывной материал а тот слой снега который ложится на него но это шпалера кстати вот на растяжках хорошая конструкция мне понравилось если буду делать то может быть еще такую сделаю не знаю посмотрим укрывать мы будем виноград дар не там я считаю что это самое хорошее укрытие в нашем регионе для винограда подложкой под ламинат и рекламными баннерами обычно осенью я обрабатываю виноград железным купоросом но в этом году я этого делать не буду по той причине что хорошо вызрели у меня только технари а столовые сорта вызрели плохо поэтому я боюсь обжечь почки недозревшие в надежде что без обработки и они еще наберут зрелость у меня под укрытием я хочу в этом году укрыть виноград уже до снега на всех этих тоннелях торцы пока будут открыты как только у меня начнутся сильные морозы по ночам я надеюсь уже будет снег и я буду закидывать торцы снегом если снега не будет я туда ставлю куски утеплителя чтобы не было продувания 27 октября укрыл виноград вот здесь дарнит такой нетканный материал иглопробивной для дорожных работ его подкладывают там под под щебень чтобы щебень земли не уходил значит считаю самым оптимальным вариантом для укрытия он дышит намокает сохнет в общем отличный материал то что нужно для винограда плотность 400 стоит дорого раньше у меня был рулон вот это остатки от рулона когда строил дорогу там другого дома вот осталось разрезал использую значит там где у меня не хватает там я использую подложку под ламинат толщиной 3 миллиметра ну тоже нормально принципе справляется со своими задачами так и вот здесь вот у меня просто спонбонд 60 плотности в два слоя как бы он был и думаю но не думаю знаю что он тоже нормально будет держать мороз еще раз скажу что утепляет в нашем регионе не укрывной материал а слой снега который на него ляжет вот так вот у нас выглядит укрытие так вот здесь у меня значит тоннели разрываются я говорил для лучшей вентиляции вот этот принципе длинноват конечно тоннель но здесь дарнит поэтому я не переживаю он дышит как бы спривание лозы не должно произойти и вот здесь у меня однолетний саженец просто банка банка от бывшего она лопнула я вот насверлил отверстий здесь сверху чтобы как бы циркуляция воздуха тоже присутствовала и не за привала вот там молодые кусты на арке подложка под ламинат также полера технарей здесь дарнит и вот кусочками не хватило длины это подложка вот это шпалера север-юг укрыта рекламным баннером я в прошлом году укрывал переживал как будет он себя вести первый раз использовал в этом году уже не переживаю но может быть чуть-чуть только потому что в принципе все нормально перезимовала главное чтобы был снег здесь одна летка укрывать не стал хотя я думаю здесь надо кусочек у меня есть остался кусочек подложки я просто перекину через проволоку дополнительно пусть будет бутылку оставлю ну и здесь у забора вот у меня этот пенофол он уже фольгой вниз я его положил он используется ну лет наверное 8 уже он набрал влагу потому что на улице валяется все-таки он немного впитывает себя но ничего страшного я думаю здесь 10 сантиметров он нормально будет и здесь вот та же самая подложка и там где у меня на молодые кусты не ходил арок я просто в одном месте поставил такую вот решетку мне было стеллажа в другом месте я поставил просто пластиковый ящик главное чтобы было проветривание лозы про торцы я еще раз повторяю я пока их буду держать открытыми как будет приличный минус я их уже надеюсь что снег тому времени выпадет так ну что сезон виноградный 19 года можно считать закрытым будем надеяться на хорошую зимовку наших кустов и ждать с нетерпением 20 сезон на этом все спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте всем пока